всем привет хочу сегодня рассказать про сортировку мусора и из чего я сама лично начинала первое что я сделала я решила разобраться что вообще можно сортировать и каким образом это происходит на нас в эстонии оказалось что в эстонии все очень достаточно просто сортировка мусора и у нас существуют контейнеры куда можно выкидывать то что вы сортировали дома я думаю что все знают что нас есть контейнеры для картонной бумаги также у нас есть контейнер для бытовых отходов и возле дома как правило еще стоит ящик для биоотходов но не все знают что существует контейнер для смешанной упаковке. Туда можно выкидывать стекло, также туда можно выкидывать тетропак, пластиковую и железную упаковку. И самое главное, чтобы упаковка, которую вы туда выкидываете, была чистой. А теперь я покажу, как я сортирую мусор дома. У меня есть три мусорных ведра. Первое, это для бытовых отходов, то, что дальше не идет в сортировку. Второе, это для биоотходов. И третье ведро, это для упаковки. Как видите, упаковка у меня чистая, то есть после употребления я споласкиваю и кладу в свое третье ведро. Как видите, здесь циферка в треугольничке 2. Каждая упаковка пластика, она имеет свою цифру, всего их 7. И самый плохой пластик, это под номером 7, он не идет никак на переработку, то есть его можно смело выкидывать в бытовые отходы. Дальше он либо сжигается, либо разлагается на свалке. Поэтому старайтесь избегать пластика под номером 7. И, конечно же, я отдельно сортирую бумагу. Это вообще, я считаю, самый легкий способ, с чего начать сортировать мусор. Бумага не пахнет, ее можно складывать и она имеет вторую, третью, четвертую, пятую, а может быть и десятую жизнь. Люди, не будьте эгоистами, сортируйте мусор. Это на самом деле так просто. Многие считают, что это очень тяжело, там нужно иметь полквартиры для сортировки мусора, но нет. Вы сортируете спокойно по мешочкам, потом выкидываете время от времени. Ничего в этом сложного нет, поверьте. Часто сомневаюсь, можно ли вот это выкинуть или нельзя вот это выкинуть. То самое главное, что выкидываете чистую упаковку в контейнер для смешанной упаковки и дальше уже на сортировочной станции люди сами смогут отсортировать, что идет на переработку, что не идет. Поэтому главное, начните с себя, потихонечку изучайте этот вопрос. Это не приходит с первого дня. Я понимаю, что наша система в Эстонии, она не идеальна для сортировки мусора, то есть у нас не стоят эти контейнеры для упаковки рядом с домом. То есть нам приходится брать этот мешок и идти отдельно искать вот эти контейнеры. Они находятся у меня, к счастью, 150 метров от дома. Не ленитесь, найдите данные контейнеры. Мы столько тратим времени впустую, что найти лишних пять минут для того, чтобы сберечь ресурсы нашей земли, я думаю, что можно и нужно и необходимо. Поэтому берегите нашу природу. И сейчас я покажу вот эти контейнеры, которые у меня находятся, и как я все это выкинула, мы сегодня очень переполнены. Вот здесь у нас получаются все вот эти бытовые отходы. И вот этот контейнер, посмотрите, здесь написано био-ядмат. Я с этого начну. Био-ядмат можно выкидывать, скажем, вот в таком био-пакете, как у меня сейчас. Но если у вас нет био-пакета, то ни в коем случае нельзя выкидывать с простым пакетом. Если у вас простой пакет, то вам нужно взять вот так вот мусор, вот этот вытряхнуть и уже этот пакет выкинуть вольме-ядме. То есть бытовые отходы здесь написано. И посмотрите сюда. Как видите, здесь не только био-пакеты. Здесь черный есть, белый. То есть люди не знают правила сортировки мусора и правила о том, как нужно выкидывать. Картон и бумага у нас идет, естественно, где написано бумага и картон. Посмотрите, здесь вроде все соблюдено, но не совсем. То есть я здесь вижу уже этот тетра-пак. Это неправильно. То есть какие-то маленькие нарушения здесь уже есть. Я выкидываю бумагу, которую я собрала на днях. Последнее, что осталось сделать, это выкинуть пакет со смешанной упаковкой. Как видите, возле моего дома нету здесь этих контейнеров. Здесь только био-отходы, два контейнера с картоном и бумагой и аж три контейнера с бытовыми отходами. Кстати, насчет бытовых отходов. Все, что вы выкидываете в данный контейнер, то знаете, что это не подлежит никакой сортировке, никакой переработке дальше. Поэтому, если вы выкинули туда мусор, то он дальше идет либо на сжигание, либо на нашей свалке. И это очень грустно. Это очень печально, что мы с вами загрязняем нашу окружающую среду. Долгое время не сортировала мусор. И мне даже как-то обидно. Но самое главное, рано или поздно к этому дойти. Поэтому, кто еще не дошел до этого, то, естественно, начинайте хотя бы сортировки бумаги. Потом потихонечку сортируйте упаковку. Конечно же, чем больше будет людей сортировать мусор в нашем доме, соответственно, мы будем меньше платить за вывоз мусора. Очень логично. В принципе, в других странах так и есть. То есть, ты сортируешь, ты ничего не платишь. Вот, посмотрите, такие красивые желтые замечательные контейнеры. Стекло можно выкидывать и сюда, но я выкидываю стекло сразу же в контейнер для стекла. Ну, для того, чтобы лишний раз не сортировать на сортировочной станции. Открываем, выкидываем наше стекло. И, соответственно, вся дальнейшая смешанная упаковка, которая, еще раз отмечу, вся чистая, она идет в смешанную упаковку. Данный контейнер. Еще нюанс, что выкидывать смешанную упаковку надо либо в прозрачном пакете, вот как вот этот, да, то есть здесь видно, что находится в данном пакете, либо просто без пакета вытряхивая мусор. Потому что, если вы будете выкидывать в черном пакете, где не видно, что вы туда выкинули, то, как правило, данный мусор может в дальнейшем не сортироваться. Поэтому обратите на эту важную, хоть и маленькую, но важную деталь. Это занимает мало времени, но теперь моя душа спокойна, что я хоть сделала вот такой маленький шажочек для того, чтобы наша земля была не такой, какая сейчас, где очень много свалок, мусора, грязи. Мы всем этим дышим, питаемся. Потом это попадает в почву, в воду. Это вообще ужасно. Что мы делаем? Зачем мы это делаем? Конечно, я не идеал. Я допускаю много ошибок. Я только начинаю. И надеюсь, что в дальнейшем у меня будет получаться все лучше и лучше. Я буду меньше покупать пластика. Это самое главное, что вот эти все чипсы, вот эти конфеты, это вся вот та упаковка, которая в дальнейшем, она не перерабатывается. То есть она потом гниет где-то или сжигается. То есть, ну, это ужасно. Не будьте эгоистами. Не будьте. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова